Доброго времени суток всем, кто смотрит канал водопроводной и фильтрационной системы. Сегодня мы поговорим с вами о реле давления для насосного оборудования. Вот это вот самое простейшее реле давления PM5 для насосной станции на базе поверхностного насоса, либо на базе погружного насоса. Такое реле давления работает вместе с гидроаккумулятором и является самым простейшим механизмом включения-выключения насоса. То есть, если вы хотите, чтобы насос работал в автоматическом режиме, вот используется вот такое вот реле. Есть еще электронные реле давления, но они гораздо более дорогие и также более сложные. Это же устройство является простейшим. То есть, что, как оно устроено. Оно подключается через такой пикерник к насосной станции. Бывает с накидной гайкой, бывает просто с внутренней резьбой, а бывает с наружной резьбой. Примерно так выглядит этот узел. То есть, реле давления, пятерник, манометр. И, соответственно, здесь еще идет шланга на гидроаккумулятор, ну и магистраль, которая проходит, куда мы врезаем этот насос. Это либо магистраль, где мы просто повышаем давление этой автоматической станцией, либо магистраль, куда мы накачиваем воду из какой-то емкости, либо магистраль, куда мы накачиваем воду, например, из колодца. Как работает такое реле давления? В корпусе этого реле расположена нормально замкнутая контактная группа. Это элементарное размыкание и смыкание электрической цепи. Эта контактная группа, она управляется мембраной, которая находится здесь. Эта мембрана соединена с напорной магистралью вот через вот это отверстие, через этот вот штуцерок. И, соответственно, давление давит на мембрану, а мембрана уже на контактную группу. Если давление в системе падает ниже давления включения, которое здесь устанавливается, заводские установки, это примерно полторы атмосферы, то реле включает насос, насос начинает работать. Когда давление в системе превышает давление выключения, которое тоже здесь задано, это примерно 3 атмосферы, реле просто, соответственно, размыкает контакт, вот, и насос выключается. Но для того, чтобы эта система работала, это реле, его, естественно, надо подключить к насосу и к сети. Как это делается? Вот сейчас мы, давайте, разберем его. То есть, чтобы его разобрать, нужно открутить вот этот вот винт. Снимается крышка. Вот так это реле выглядит внутри. Значит, что мы здесь имеем? Вот эти нижние клеммы, это клеммы заземления. Потом средние клеммы, это клеммы, которые выходят на сеть. Ну, здесь и написано line, слово, то есть сеть. И вверху клеммы, которые выходят на насос. Здесь написано слово мотор. То есть, в принципе, ну, ничего сложного в том, чтобы подключить это устройство к насосу. То есть, вы накручиваете его на пятерник, затем откручиваете крышку и выводите провода. Ну, для примера, для сравнения, давайте, так, теоретически это сделаем. К примеру, вот эти вот зеленые провода, это то, что идет у нас, выходит из насоса. Соответственно, если они выходят из насоса, мы куда подключаем их в мотор? То есть, вот один провод, соответственно, сюда. Один провод сюда. Ну, и провод заземления тоже, соответственно, вниз. Это то, что пошло у нас на двигатель. Ну, или, вернее, это и есть кабель, который выходит из насоса, и мы его сюда вот так подключаем. Второй кабель, который у нас пойдет на сеть, мы, соответственно, его вставляем сюда таким же образом. и заземление вниз. Выводим. Ну, соответственно, вот, это идет кабель с насоса, с двигателя насоса. А этот кабель идет у нас на сеть. Мы его включаем в электрическую сеть. Все. Ставим назад крышку. Закручиваем. Все. Подключение готово. Как это выглядит на станции, я сейчас вам покажу. Вот, обратите внимание на обычную станцию с таким вот реле давления. То есть, из чего она состоит. Это насос, соответственно. Вот, пятерник, манометр, реле давления. И шланг, который соединяет вот эту вот магистраль с гидроаккумулятором. И вот как он подключен. То есть, вот, кабель выходит из насоса, заходит, чтобы вам вот было видно, сюда, в реле давления. А уже из реле давления вот шланг пошел на сеть. Как подключить внутри, я только что вам показал. В принципе, ничего сложного нет. Вы смотрели канал водопроводной фильтрационной системы. С вами был я, Гуга. В следующем видео мы поговорим с вами, как подключить реле давление вместе с реле защитой от сухого хода. Поговорим о том, для чего это нужно, и как это сделать. Всего вам доброго.